Здравствуйте! Держатели карт Виза получат возможность не вводить пин-код при оплате покупок на сумму до 3000 рублей. Сейчас напомню, пароль необходим, если платеж превышает 1000 рублей. О новых правилах платежной системы сообщает РБК со ссылкой на три источника. По их словам, платежная система уже разослала банкам соответствующее письмо. Сообщается, что новые правила Виза заработают в середине апреля. Они будут касаться всех банков-участников платежной системы. По информации Федеральной антимонопольной службы, к системе Виза относятся почти 40% активных карт в России. В 2018 году держатели карт Виза оплатили товары и услуги на 10,5 триллионов рублей. Эксперты спрогнозировали массовое банкротство застройщиков. Общий объем потенциально провальных строек в России достигает почти 8 миллионов квадратных метров. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные рейтингового агентства «Стройкомплекса». По подсчетам аналитиков, в 2018 году по всей стране на разных стадиях банкротства находились 150 застройщиков. По мнению экспертов «Коммерсанта», по итогам текущего года рынок может недосчитаться до 30% мелких и средних застройщиков. Основная причина – переход на проектное финансирование или ужесточение правил работы с дольщиками. Напомню, с 1 июля 2019 года застройщики не смогут свободно распоряжаться деньгами покупателей квартир. Процедуры расчета за жилье будут идти через банк. Микрозаймы, которые были потрачены на подарки к 8 марта, вряд ли будут погашены полностью. Как сообщили РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, небольшие кредиты на подарки в праздники берутся на эмоциях, поэтому не относятся к категории погашаемых. Надо отметить, что список самых популярных подарков совсем не предполагает взятие кредита. В основном мужчины дарили на 8 марта женщинам цветы, парфюмерию, косметику и сладости. Но были и те, кто порадовал своих близких ювелирными украшениями, бытовой техникой, смартфонами и сумками. На покупку таких подарков, возможно, потребовались заемные средства. Масштабная реконструкция улицы Революции позволит запустить трамвай через Ягошиху. Речь идет о достройке средней дамбы. Сейчас власти города ищут подрядчика для проведения проектно-изыскательных работ на второй очереди моста, сообщает коммерсант Прикамья. Победителю конкурса необходимо будет предоставить к декабрю полный комплект рабочей и проектной документации с одобрением госэкспертизы. Техническое задание также включает разработку трамвайных путей. Максимальную стоимость контракта оценили в 18,5 миллионов рублей. Единую автоматизированную систему оплаты проезда в общественном транспорте Перми разработает новосибирская компания «Золотая корона». Стоимость контракта составляет 23 миллиона рублей. Несмотря на то, что другие участники конкурса предлагали меньшую цену, победителем конкурса была выбрана именно новосибирская компания. Решающим критерием стал опыт участника закупки, по которому «Золотая корона» набрала больше всего баллов. Согласно конкурсным документам, критериями будущей единой системы оплаты проезда стали несколько функциональных подсистем. Процессинговый центр, мониторинг терминальной инфраструктуры, личный кабинет пассажира. Потенциальное число пользователей системы определено в 3 миллиона человек. Все работы по созданию системы должны быть закончены до 5 декабря 2019 года. Курс доллара, установленный Центробанком, на 12 марта составляет 66 рублей 7 копеек, курс евро – 74 рубля 28 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах!